Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Встречаемся с парнем 3,5 года. В последнее время много ссорились, не хватало внимания, чувствовала холод с его стороны. Во-первых, поступила немудро и начала так же показывать холод, хотя в душе очень его люблю. За три последних месяца сделал два дорогих подарка, я была в шоке и поверить не могла, что когда-либо парень сделает мне такой подарок. Однако из-за ссор я не понимал, любит ли он меня, мог не разговаривать или обменять встречу. Обиды накапливались, стали ссориться каждый день, а когда мирились, я была холодной от обид. В последний раз поссорились из-за пустяка, я сказал ему, что он меня не любит, он ответил, что я ему надоел, и он устал. После нескольких часов я попробовал с ним поговорить, извинилась, сказала, что его люблю, он отказался, сделал шаг мне на встречу и сказал, что хочет расстаться. После этого у меня общались один день, потом он написал, что скучает и извинился, сказал, что из-за пустяка, он меня разговаривался и хочет быть со мной. Я его простила, еще раз извинилась за себя, на следующий день мы должны были встретиться, но очень странно переписывались, будто не искренне. Я была все еще обижена и не понимала, как любящий человек может сказать, что хочет расстаться, поэтому переписывались ховерно, без ласковых слов. Я закрыл на это глаза и дала встречу, чтобы поговорить, увидеть его, обнять и расстаять. И вот он мне написал, что все-таки хочет расстаться, не видит будущего со мной, сказал, что между нами нет искры и он больше меня не любит. Я попытался поговорить, встретился и он отказался, сказал, что это конец, нет смысла ничего продолжать. Я понимаю, что в последнее время давала ему малые эмоции, была пессимистична и часто обижалась по пустякам. У меня непростой период в жизни, я принимал гормоны, готовлюсь к экзаменам, из-за всего стресса появился невроз. Мы были очень долго вместе, и он для меня был самым близким человеком, и мы обсчитали свадьбу, детей, совместный план. Он хотел со мной видеться, все свободное время проводил со мной, я очень запутывался, не понимаю, как он мог меня разлюбить. Зачем тогда писал и извинялся, говорю, что обзвеняю ему плохо. Зачем совсем недавно делал дорогие подарки, если их не любит, может он вернется, или это его окончательное решение. Он сам насел на встречу, и я ее перенесла на другой день из-за учебы, но очень хотел со мной увидеться, писал, как крепко обнимает и не будет отпускать. Мне было очень приятное тепло, но я не говорил, этого не показывал, хотелось, чтобы диалог произошел в жизни. Он сказал, что все это писал неискренне, что я была тоже неискренна, но я не понимаю, как это возможно. На мой взгляд, здесь история про растворение друг в друге, то есть, на мой взгляд, вы описываете такую ситуацию, где вы растворяетесь друг в друге. Может быть, именно из-за того, что довольно долго вместе, может быть, еще из-за чего-то, но так или иначе, вы описываете, конечно же, проблематику, на мой взгляд, именно личных границ. Отсутствие личных границ, точнее, и, на мой взгляд, вы описываете ситуацию, при которой вы как будто бы все время зажимаете свои чувства, все время боитесь их проявлять. Вот. Связано это также с личными границами и плохим достаточно знакомством с собой. Вот. То есть, условно говоря, условно говоря, из чего это произойдет? Это произойдет из высокоформализованности ваших отношений, на мой взгляд. То есть, что это значит, да? Что значит высокоформализованные отношения? Высокоформализованные отношения означают ситуацию, при которой вы друг от друга ждете чего-то конкретного, чего-то определенного. И, в общем-то, забывайте о том, что такое, что есть свободное взаимодействие, где люди могут быть самими собой. Вот отсюда у вас и возникает то, что вы описываете. Ваши вопросы, в частности, они про то, что вы хотите узнать о нем, о молодом человеке. Не про себя, но про него. И вы пытаетесь понять, как возможно то, как возможно другое. По большому счету, подобная модель поведения связана также с тем, что вы не доверяете себе. Вот вы описываете, что у вас непростой период в жизни, и вам, конечно же, тяжело. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы как будто бы это пытаетесь себе зажимать. То, что у вас непростой период в жизни, но вы об этом как будто бы не говорите. Понимаете, да? И вот вам, собственно говоря, прямой путь к тому, чтобы оказаться в этой ситуации, в такой ситуации, в такого рода ситуации. Поэтому, в первую очередь, конечно, имеет смысл, на мой взгляд, вам обратить внимание на, вот я бы сказал, болезненность свою, на боль свою, которая у вас вот имеет место быть. И дальше уже, во-первых, во-первых, это прожить, проживать, а потом уже вырабатывать несколько другую модель поведения, которая, ну, более вам подходит по вашей, скажем так, натуре, да? По вашим чувствам. Вот. На мой взгляд, есть еще такая проблематика с ощущением собственной ценности. Да? То есть, когда вы не чувствуете себя ценностью, такое вот внимание, уделенное вами подарком, оно как-то вот об этом, конечно же, нам говорит. Что касается невроза, то не совсем понятно, что вы имеете в виду, да, если вы имеете в виду медицинскую картину, то это одно. Но если вы имеете в виду психологическую картинку, то это немножко другое. Другое. Немножко другое. Вот. Поэтому тут нужно, конечно, смотреть. Вот. И, собственно, развивать в себе возможность, способность полагаться на себя. Не на молодого человека, а на себя. Вот. Разговоры о семье и детях – это прекрасно, но если прямо здесь и сейчас вот мало что связывает, то, конечно, будут возникать проблемы, будут возникать сложности, будут возникать трудности. Понимаете, да? На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.